Вот такой у меня пропуск, юрма, моя фотография, которую вчера сделали прямо на КПП А в рабочей к пицце у меня должность, участок механической обвалки У меня есть свой порядковый номер А что сказали взять по одежде, это теплую одежду, да, потому что там, ну, работа связана с мясом, поэтому нужно тепло одеваться Верните налево Приехал я на работу в первый день Было очень холодно, приехал на такси, с комфортом доехал, все отлично Теперь мне нужно пройти на территорию и получить свою одежду У меня есть пропуск, поэтому на территорию я легко прохожу Здравствуйте, мне будет спецназ, первый день на работе Первый день? Устроился, прошел? Да Придется подождать в коридоре Вы меня позовете, да? Да, постоянный временный? Постоянный Табельный пропуск есть? Да, есть Пропуск оставляем В организации было много новых желающих работать, то есть таких же новеньких сотрудников, как и я Одежду я получил достаточно быстро, хоть и была небольшая очередь Одежда чистая, новая и в принципе очень даже качественная Итак, друзья, пользуясь случаем, хочу порекомендовать вам второй канал Называется он Радиостанция Лайвстрим Там я провожу стримы и выкладываю контент, очень похожий на основной канал То есть тоже про работу и про такси Кому интересно, подписывайтесь на канал Потому что я туда сейчас буду часто выкладывать видео В том числе длинные и шортс тоже Ну, стримы ежедневно Ссылка, как всегда, в описании и закрепленном комментарии Вы можете видеть, какие предметы мне выдали Это перчатки, шапку, нарукавники и много чего еще Желтые штаны, рабочие, которые мне выдали, я решил одеть поверх своих штанов Потому что там очень холодно, сказали И еще на всякий случай, чтобы в своих родных штанах хранить телефон и камеру Единственный минус всей этой пигни, всей этой одежде То есть здесь нет кармана, ты не можешь положить сюда телефон В общем, бригадир подошел и сказал ко мне, что у меня не та форма Вот эта желтая, она сдается Потому что я буду работать в другом цеху И дали вот такую с карманами Но зато теперь я сюда смогу положить телефон Вот эту штуку Здесь свои плюсы Сейчас покажу, как выглядит мой лок В цеху на агрохолдинге действительно все чисто Оборудование все свежее То есть все расположено в своих местах Оборудование из нержавейки То есть какая-то пищевая качественная сталь используется С этим вообще нареканий нету То есть все оборудование действительно новое Потом я познакомился с бригадиром И мы пошли получать новую форму Также она дала мне свой фартук И каждый раз, когда выходите из цеха Проходите санитарную обработку Вот такую Итак, давайте расскажу В чем уже заключается суть работы Шум в цеху достигает 81,5 децибел Вот этот фарш, который вы видите Это на самом деле не фарш Это перемолотые кожи, кости и суставы Из чего оно делается В мясорубку закидываются куриные остатки Крылья, кости, суставы Они перемалываются И начинка выходит из двух трубочек То есть с одной стороны выходит кожа до кости С суставами А с другой стороны мягкая часть Получается типа фарша А с другой стороны выходит вот такая смесь И суставов, и костей Говорят, это потом продают в магазинах по килограмму И люди покупают это для кошек и собак Вообще, Агрохолдинг Юрма Это довольно крупная известная компания в этом регионе С ее продукцией я лично ознакомлен Ну, качественная продукция Просто я стоял именно в том месте Где делают продукты для кошек Вот Ну и еще можно собакам какие-нибудь блюда готовить А так Вся продукция у них качественная То есть мясо Насколько я знаю, яйца и так далее Суть работы очень простая Берете полиэтиленовый пакет И засовываете туда примерно один килограмм фарша И отдаете своей напарнице Она все взвешивает Выравнивает вес до одного килограмма И потом наклеивает стикер Вы должны успевать упаковывать фарш Когда фарш заканчивается Берете новую тележку, привозите А старую тележку отвозите к мясорубке График 3 через 3 Зарплата 1800 рублей в смену В среднем за месяц выходит 25-27 тысяч рублей Слово хватит Хватит служить И хватит поле Отпусти себя Я рисую Верно-пелом Все, что так одно Хотела Линич, леп Тордиограмма Все ценировали Все три грамма Все я люблю Утром не пей И я жди Тогда, что я буду Верно твоя Собрай мелочи, дружинки Десятки машин За собой следы Оставить разноцветных шин Верно-пелом Утром не пей И я Жди Тогда, что я буду Верно-пелом Собрай мелочи, дружинки Десятки машин За собой следы Оставить разноцветных шин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Сдевалку Типа отмазался Что мне нужно носки одеть Вот такая руководство А в месе будет А снизу еще Хлопчатая бумажная Перчатка А внешний вид У нас будет Вот такой же достаточно сильно мерзут обед начинается в 1130 но пол 12 то есть до обеда еще работать где-то 2 часа 15 минут примерно обед начинается где-то в 11.30 12 но иногда позже иногда чуть раньше начинается в итоге я немножко еще поработал до обеда дотерпел и мы пошли на обед обеденный перерыв как кормят столовой свободные места там есть хоть людей и много сама столовая не очень большая вам дают чай первое второе салат все короче одноразовые одноразовые тарелки и чай черный сахар также можно приобрести выпечку это пиццу типа школьная пицца ватрушки и так далее пирожки можно оплатить переводом на сбербанк или наличкой перед тем как обедать нужно будет журнале расписаться 1 второе салат салат пирожки пирожки еда нормальная она не крутая она неплохая она вот именно что средняя то есть то что нужно как раз для рабочего класса она идеально подходит раздевалка все нормально как бы каждому выдается свой шкаф можно даже свое имя заклеить и можете спокойно оставлять ценные вещи краш здесь нету а насчет несчастных случаев они бывают примерно пару раз в год Такое производство. Вот сюда приезжают фуры задом и ворота открываются и загружаются продукцией. Сюда приезжают фуры и грузовики. То есть они здесь санитарную обработку проходят и там люди свою подошву тоже чем-то обрабатывают. То есть там специальная подстилка есть с пропиткой. На нее наступаете ногами и дезинфицируется все. А вот и моя тачка. Рено Логан вызвал дома его дома 211 рублей отсюда. Утром я сюда приехал на Кэмри за 300 рублей. Ну что можно сказать по работе? Думаю нормально отработал на совесть. Ребята, время у нас 19.28. Закон у нас уже достаточно темно. Итак, я получил опыт работы на мясокомбинате. Я работаю первый раз в жизни. Вот я никогда до этого не работал. И первой моей организацией стала компания Юрма. Агрохолдинг Юрма. То есть компания очень крупная. И в этом регионе про нее все знают абсолютно. Вот кого с кем я только не общался, все про нее знают. То есть достаточно авторитетная компания. И зарплата по меркам региона этого достаточно хорошая. Как уже сказал, за смену выходит 1800 рублей. График у меня был 3 через 3 примерно. Ну 25, 27, 30 тысяч в месяц выходит. Можно брать переработки. Вот. И тогда, да, тридцатку вы получите. Ну 27 тысяч точно. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok